История нашей страны уходит в глубину веков более чем на тысячу лет. Немало археологических памятников, найденных на территории России, имеют возраст в 2, 3 и более тысяч лет. Культурные пласты и эпохи плавно перетекали друг в друга, обрывались, возникали вновь, постепенно формируя все стороны современной жизни нашей страны. Что-то из прошедшего безвозвратно утрачено, что-то сохранилось и стало достоянием мировой цивилизации. Все этапы истории нашего государства одинаково цены и требуют особого внимания. Мы должны, так сказать, как-то актуализировать эти культуры и заново пробуждать к ним интерес. Так, чтобы они снова приходили в какую-то современную культурную среду, к современному читателю, слушателю, зрителю. Вот, это сложная задача, но она очень важна. Российское историческое общество, возрожденное 2 года назад, популяризирует историю, стимулирует научные исследования, создает дискуссионную среду для обсуждения наиболее острых и интересных страниц отечественной истории. За короткое время оно собрало в своих рядах более полутора сотен научных и общественных организаций, открыло 15 региональных представительств, в том числе и в Крыму, и активно выходит на международный уровень. Должен сказать, что в работе российского исторического общества большой интерес и со стороны наших зарубежных коллег, и я, и мои коллеги, которые входили в состав армянских делегаций, почувствовали этот интерес. И во время визитов в Израиль, по Францию, в Сербию, сейчас у общества имеется 4 соглашения, подписанные за увлежные организации. Научные работы, выставки, круглые столы, проходящие под эгидой Рио, неизменно привлекают внимание средств массовой информации и самых широких слоев любителей истории Отечества. Сайт общества стал одним из наиболее востребованных ресурсов по запросам интернет-пользователей на исторические темы. При этом информационно-просветительский потенциал Рио еще очень и очень велик. В Рио поступило более 300 писем с инициативами по различным историческим проблемам, и это не считая несколько тысяч комментариев и отзывов участников обсуждения концепции нового исторического образования в школе. Проблема преподавания истории в школе крайне актуальна. Президент уделяет этому вопросу особое внимание. По его распоряжению Российское историческое общество совместно с Министерством образования взялось за разработку концепции преподавания истории в школе. Этой теме и было посвящено второе общее заседание Рио, проходившее в стенах РГГУ. Разработка концепции уже завершена, и совсем скоро она станет неотъемлемой частью учебного процесса. И написание учебников на их обсуждение, и такие затребуются время, и к новому учебному году. Такие учебники не будут готовы. Тем не менее, наша образовательная система, начиная с 1 сентября этого года, начнет активно использовать новую концепцию преподавания отечественной истории. Концепция преподавания истории, по задумке создателей, должна шагнуть далеко за порог школы, стать неотъемлемой частью воспитания подрастающих поколений. К ее разработке привлекались самые компетентные научные и общественные организации, в частности, Российское военно-историческое общество. Также трудно работают под руководством Минобраза и Российское историческое общество на концепции обучения истории для школ. И вот в рамках подготовки этой работы, заканчивают работу над так называемой историей России для мальчиков. То есть специальные пособия, приложения пособия школы обучения, касающиеся книги для чтения обоенной истории России. Современное историческое общество – прямой наследник существовавшего некогда императорского исторического общества. Старые традиции строго соблюдаются и сегодня. Заседание общего собрания, как в прежнем императорском, так и в современном историческом обществе, состоит из двух частей. Первая посвящена текущей работе. Вторая – дискуссии на актуальную историческую тему. В этот раз обсуждался период оттепели. Десятилетие, начавшегося ровно 60 лет назад, и серьезно изменившего жизнь нашего государства. Многие историки занимались изучением того яркого периода в жизни России 20 века. С тех пор породил огромные работы эпохи. Оттепели уже, конечно, не являются белым пятном нашего проживого. Концепция нового учебно-третьего комплекса, о котором мы сегодня говорили, в отечественной истории разработана перед гидой нашего общества. Раздел оттепели в середине 50-х, первых и 60-х годов занимает достойное для этого периода нашей истории место с позиции воспитания гражданственности и патриотизма, преемственности различных периодов истории России, общественного договора, предлагающего ввес, взвешенный точкой зрения на дискуссионный вопрос отечественной мировой истории. Исторические события, личности эпохи у разных людей могут вызывать разные отношения. Полемика, дискуссия, спор о том или ином историческом факте – неотъемлемая часть исследовательского процесса. Однако исторические факты не могут и не должны искажаться, умалчиваться, преподноситься обществу выборочно. А общество, если не желает быть обманутым, должно твердо знать свою историю. Нужны современные, как сейчас выражаются, информационные продукты в виде исторических фильмов, чтобы они были основаны именно на настоящих документальных источниках, обязательно были прорецензированы, прежде чем показывать их, настоящими историками, которые отделят факт от мнения о факте. Общество выполнило одну очень важную задачу, выполнило, как мне кажется, на хорошем уровне. Подготовлена концепция линейки учебников по отечественной истории. В результате многих дискуссий, встреч, споров, сегодня такая концепция появилась. Российское историческое общество – организация, существующая на общественных началах. Но она объединяет неравнодушных, болеющих за свою страну людей, делающих одно большое и благородное дело. Сама инициатива его создания, его деятельность абсолютно востребованы и сообществом историков, и, вообще-то, достаточно более широким и культурным сообществом, вообще, я бы сказал, просвещенными гражданами России. И это большой повод для национальной гордости каждого россиянина.